Здравствуйте, спасибо, что вы присоединились к нашей серии бесед 51-й. Здравствуйте, Раф Лайтман, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Ница. Вы приглашены на наши беседы, где вы должны понять из того, что говорит Раф Лайтман, что такое новая жизнь, которую вы должны создать здесь, в государстве Израиль, вследствие всех возникающих проблем, и как создать новые горизонты, новые надежды, и идти к чему-то хорошему, Раф Лайтман. Мы получаем на последние беседы, которые мы проводили с вами, очень много откликов, вопросов. Это 15 листов у меня здесь со всевозможными вопросами. Люди интересуются всем тем, что вы пробуждаете в них. И основной темой всех наших разговоров сегодня и самым интересующим всех направлением это требование объяснить и направить нас, то, что касается потребностей израильского общества в отношении развития духовного, не из того, что мы должны дать себе отчет, а хорошее направление, в котором мы могли бы развиваться. Сейчас существует мнение, что мы потеряли свой путь, когда мы начали развитие государства со времени его основания, мы видим, чего мы достигли, и мы видим, что мы очень недовольны этим состоянием. И если мы поймем процессы, которые мы прошли, и увидим, как может развиваться это государство, как оно могло развиться, и пришло к состоянию, которое не дает ощущения безопасности каждому, кто находится здесь сегодня, есть простая логика, которая говорит, что если мы поймем, что с нами произошло, мы сможем понять, что нам нужно делать отныне и далее, и привести к тому, что любой гражданин государства, скажем, я женат с четырьмя детьми, я должен кормить свою семью, и прихожу сюда учиться каждый день с какой-то надеждой, с какой-то гарантией, что будет все нормально. Может быть, вы можете нас направить в этом анализе понятия процессов, и дальше мы продолжим нашу беседу. Прежде всего, я думаю, это не только проблема государства Израиль, а всего мира, и это еще больше укрепляет то, что мы уже сказали в нашем исследовании, и что оно является очень актуальным, это с одной стороны, с другой стороны. процесс, который мы проходим, проходит весь мир в различных темпах развития, которые связаны с развитием и ментальностью каждого государства и нации. И это развитие называется развитием эгоизма в человеке. И я помню, что приблизительно где-то 35 лет назад во время войны Йом-Кипур было состояние истерии в армии, когда хотели закрывать личное имущество буквально на замок. Когда даже в танках, куда ты помещаешь свои вещи, ты должен быть закрывать на личный замок. Это меня очень удивило. Я тогда служил в воздушной авиации, занимался электроникой, и я помню, насколько мне было неприятно, я не мог ужиться с этим, но поскольку не было выбора, и это происходило в армии на протяжении многих лет, в которых я работал там, и я видел, что люди начали соглашаться с этим. Это вошло в привычку. И так было во всем. И мы не можем этому сопротивляться. Конечно же, против природы мы не можем продолжать сохранять предыдущие рамки как семьи, так и дома, детей. Ты знаешь, есть много ностальгических песен. «Ой, что было!» Поется о Герцли, о Тель-Авиве, о Кварсаве, как было сладко в те времена. Процесс остается процессом, и развитие остается развитием. И если ты возьмешь, к примеру, мы же видим, что даже в Египте, в Греции, в Риме, и даже в Вавилоне нашли такие рукописи, где мы видим жалобы на новое поколение, и говорится, как хорошо было в предыдущем поколении, и что дети не хотят слушать родителей. Это уже происходило 3-4 тысячи лет назад, и это процесс, который мы не можем остановить, и нам необходимо понять, то, что мы делаем, соответствует природе. Это продвигает нас в развитии. Это не противоречит естественному развитию, или мы здесь останавливаем искусственно процессы, не хотим расти и удерживаем наших детей, целое поколение в кибуцах, скажем, не давая им возможности развиться, уйти из них, как это было уже в нескольких местах. И когда мы анализируем это, мы понимаем, что именно то развитие, которое мы проходим сегодня, является противоположным развитием, потому что мы завершили какой-то этап эгоистического развития и достигли полного крушения в нем. и теперь нам необходимо войти в совместное участие, в совместную связь, строя этот процесс, не для того, чтобы выжить, как обязывает нас природа, но потому что все формы, которые раскрываются сейчас, сегодня, вообще во всем, человеческом обществе являются своего рода искажением, даже по сравнению с эгоистическим развитием, когда мы начинаем пожирать буквально друг друга, когда конкуренция стала не созидательной, а разрушительной. И она не добавляет нам, когда мы создаем хорошие вещи, продукт, каждый беспокоится о другом, хочет усилить, развить окружение, в котором находится, как это было во время расцвета капитализма. Я помню, как я смотрел на капиталистическое развитие, живя в России, и мне было ясно, что в России все разрушится в конечном счете, весь этот режим и любое развитие, потому что они подавляли природу человека к развитию. Ты должен находиться в обществе со всеми, ты должен получать зарплату, равную со всеми, ничего развивать нового не можешь, поскольку ты будешь выделяться этим. и поэтому эта искусственная остановка развития была разрушительной, она именно разрушила государство. По сравнению с этим я смотрел на Америку или даже на Европу, как Европа расцвела после Второй мировой войны и за 10-15 лет ты не видел никаких последствий того, что произошло. что было какое-то общее разрушение, все было прелестно, все было чисто, все расцветало и развивалось. И то же самое в Америке. И в России ты делаешь что-то в особенности, когда ты бросаешь на это весь госбюджет, ты можешь там с развитием космической программы преуспеть, но весь народ находится словно в плену. и конечно было понятно, что конкуренция и развитие, соответствующее индивидуальному эгоизму человека, является хорошим развитием и добавляет каждому до определенного времени. Когда началось искажение в этом направлении, когда эта конкуренция стала присоединять к себе несвободную конкуренцию, а стала включать в себя какие-то ограничения по отношению к личности. Я провожу какой-то закон, что что-то запрещено, мы между собой создаем договор против кого-то третьего, чтобы он не мог противостоять нам. Все это начало действовать в торговле, мы начали уже играть по отношению к этому. Американцы оставили золото, когда это говорило о ценности доллара и превратило доллар просто в бумагу, которая не ценится вообще. И тут мы почувствовали, что эгоизм, который растет, дает хороший результат в том случае, если это во имя развития, а личной выгоды, во что бы то ни стало, когда это переходит в какую-то планку, в какую-то черту, это становится уже создавать мыльные пузыри, когда нет естественного развития, настоящего развития, как мы видим из исследований, когда производили электрические лампочки, которые могли работать 10 тысяч часов, увидели, что в этом нет никакой выгоды, и тогда уменьшили время их службы до тысяч часов, а затем и еще меньше, то есть когда ты уже не продвигаешься, твой эгоизм не продвигает промышленность, торговлю, жизнь человека во всех областях, возьмем к примеру медицину, производили хорошие лекарства, качественные, человек наслаждался лечением, и вдруг начали создавать лекарства, в которых нет никакой необходимости, продавать их только для того, чтобы покупали везде, то есть все, чего мы достигли с помощью конкуренции, используя наш эгоизм, когда мы приходили к хорошим достижениям, вдруг это исчезло, вдруг конкуренция стала нечистой, не ради гражданина государства или мира, а ради личной выгоды любой ценой и все. Если есть передо мной еще кто-то, я готов убить его, другими словами, неважно физически или каким-то другим способом, и тогда я один, а если я один, я могу создавать законы, которые мне выгодны, и продавать людям, потому что они покупают, и если они не покупают, я провожу закон, чтобы покупали насильно. Слово мы увидели, что это началось еще в 60-х годах прошлого века в Соединенных Штатах, в Европе немного позже, поскольку война создала там больший по масштабам рынок, и было различие в государствах Германии по отношению к Греции, и вследствие этого различия рынок был более многообразным, но по сути дела мы достигли состояния, когда эгоизм начал работать против нас. И хорошая конкуренция во благо государству и гражданину прекратилась. И вместо этого заняла протекция, какие-то искусственные законы, и у нас возникла настоящая проблема. и сегодня у нас нет возможности продвигаться вперед. И наш эгоизм на всех уровнях, во всех слоях, в различных срезах человеческого общества, промышленности, воспитания, уже начало работать в искаженном виде. Это прошло своего рода, я бы сказал, порчу, мутацию, когда вместо того, чтобы быть силой, ведущей к продвижению, мы начали пользоваться эгоизмом для наших же искусственных целей, преуспеть во что бы то ни стало, любой ценой. И уже несколько десятков лет это происходит. я помню 30, 25 лет назад, ну 40 лет, когда еще был молодым ученым, когда мне было приблизительно 30 лет. Это было очень почитаемо быть ученым, тебе достаточно было подать какую-то хорошую идею во благо науки, государства, промышленного развития, в любой области. Ты мог продвигаться и продвигать все эти вещи, потому что человечество было заинтересовано в чем-то новом. И ты был способен продвигаться, хотя у тебя не было ничего, кроме хорошей идеи. После того, как я оставил науку приблизительно в 30-летнем возрасте, даже до этого, когда я начал репатриацию со всем, что связано с ней, я начал переписываться, слышать то, что происходит со всеми моими товарищами из прошлого, которые тоже стали учеными. Я когда переписываюсь с ними, иногда вдруг они рассказывали мне, как это начало прогибаться, получало искажения, и стало неважным, есть у тебя хорошая идея или нет. Все действовало по протекции, сколько можно нажиться на этом, и как можно это разделить так, чтобы и другим было хорошо. Каждый желал получить какие-то знаки отличия, доброе, хорошее имя, известность и не более того. то есть те времена, когда наполнялся эгоизм человека и продвигал его в почестях, в знании, и человек желал обрести власть над природой, это перестало работать, то есть во всех видах занятиях человека вышло из принятия в учет вывышал здоровый эгоизм, когда благодаря этому можно было улучшить окружение, начали разрушать окружающую нас природу, и никого не интересует, что он делает. Такого раньше не было. Все беспокоились об атмосфере, окружении, то есть человек стал видеть только свои узкие интересы, когда ты не можешь управлять этим, ты не можешь сейчас подойти к людям и говорить с ними об общем, как и сейчас, ты видишь, у нас есть сила противостоять ударам природы, экологии, нет, кроме прессы, которая пишет обо всем, что там происходит, но пожалуйста, пускай пишут, это их работа, но никого же это не интересует серьезным образом, то есть эгоизм прошел этап мутации и стал разрушительным. Когда мы сейчас говорим о правильном использовании природы человека, мы должны преподнести ему осознание зла. В чем хорош наш эгоизм, а в чем плох? Потому что кроме эгоизма у нас нет ничего. Желание продвигаться, что-то сделать, максимально наслаждаться, минимально вкладывая, это наша природа. Так живет любая клетка, любое растение, всегда они направлены в своих действиях на это. Посмотри на кошку, на волка, на любое растение, они направлены на то, что чем можно меньше затрачивать энергии, и чем больше и выиграть, чем можно больше в результате этого. В этом является процесс, в этом заключается процесс развития всего живого. посмотри на состояние, на обстоятельства, в которых он живет, когда в этом он удерживается в самом удобном для себя виде. виде. И если мы идем по законам природы, мы должны только посмотреть и рассмотреть, как мы сегодня вместо того разрушения, которому мы приводим нашим эгоизмом. И мы видим, что с того времени, когда мы начали пользоваться эгоизмом в виде обретаемых мутационных форм, которые стали уже искаженными. Мы начали создавать для себя всевозможные проблемы, которые сразу же возникали, хотя мы их сразу и не видели, но с течением времени они стали проявляться. И мы возвращаемся по времени и смотрим, где хорошее использование человека своего эгоизма, которое ведет к продвижению, процветанию, а где это использование уже вне рамок хорошего использования и создает только проблемы. Если мы произведем расчет, анализ, проверку и изучим то, что происходит, мы увидим, что если человек пользуется своим эгоизмом в индивидуальной форме, это очень быстро приводит его к решениям, когда мне будет хорошо по отношению к другим, по сравнению с другими, любой ценой. и здесь мы должны поставить акцент. Если мы хотим пользоваться нашей природой в правильном виде, то человек должен производить расчет, что польза одного человека и всего общества должны быть всегда связаны друг с другом. и здесь мы делаем вывод для того, чтобы было у человека такое отношение к окружению, то есть к человечеству и к себе, к семье, ко всему, что его окружает, он должен получить воспитание. Он должен, по сути, дело понять происходящее. Он не может просто так относиться хорошо. Мы видим, что наш эгоизм во всех областях, которых бы мы не коснулись, мы пришли к общему крушению, в воспитанию, в культуре, в жизни семьи, промышленности, в торговле, в чем только не возьми, поскольку в нашей общей природе все, что бы мы не делали, это происходит именно по этим законам, и поэтому мы пришли к кризису. Если мы хотим правильно пользоваться природой человека, мы мы должны уловить эту точку, что отношения к себе и к обществу должны быть равными, и человек должен понять и почувствовать, что он является частью общества, интегральной частью этого общества, и если он выводит себя из этого общества и производит какой-то личный расчет, когда ему может быть лучше, чем всему обществу, уже ведет к разрушению. Скажем, мы могли бы выстроить такой механизм, когда с того времени, как я произвожу расчет относительно всего, чтобы было мне это, чтобы было мне от этого лучше, чем другим, я сразу же попадаю в ситуацию кризиса. Но именно это мы должны сделать, потому что весь избыток эгоизма, который в нас проявляется по отношению к уровням неживой растительной животной, мы пользуемся во вред ближнему. и мы должны пользоваться этим во благо общего, во благо всех, даже уровни природы неживой, растительной, животной. Мы должны видеть все эти уровни и человеческое общество вместе, в интегральном виде, и рассматривать их именно так, поскольку это то же самое. И тогда, если я беспокоюсь в равной степени обо всех и понимаю, что в такой системе все взаимосвязано, не может быть, чтобы кому-то было лучше, чем другому, если вся система должна находиться в гармонии. Но для того, чтобы довести это до сознания каждого, нам необходимо воспитание, очень сильная система воспитания, общественного мнения, законов, очень четких, когда мы ставим преграды эгоистическому развитию, убийственное, разрушающее, да, разрушающее и убийственное, потому что природа человека всегда будет таким, и поэтому законы общества, всевозможные ограничения, чтобы сформировать человека, делая так каждую секунду, не прекращая, когда мы воспитываем его и учим его находиться вместе с обществом, дойдя до такого состояния, сознания, когда общество получит такую силу, сознание, когда создается такая атмосфера, поле силы, которое будет действовать в этом обществе, и человек не сможет выйти из него, мы изучаем это в части нашей учебы, которая называется «Свободный выбор», что человек является продуктом своего окружения, и если мы создадим окружение в течение нескольких лет, когда оно будет формироваться именно так, и будет влиять на каждого своего члена в очень широких областях, или вообще по всему миру, тогда постепенно все общество и те, которые войдут в нее, уже будут воспринимать эти ограничения естественно, когда они будут думать только во благо общества, и вследствие того, что я буду понимать, что я часть этого общества. И до тех пор, пока мы не выстроим такие ограничения, когда каждому в обществе будет понятно, насколько пользоваться своим эгоизмом, а насколько нет во всем, повсюду, буквально во всех своих занятиях, я не думаю, что мы сможем выйти из этого состояния кризиса, потому что он проистекает от преувеличенного использования эгоизма человека. И мы видим, что все те формы, которые находятся перед нами, то есть природа, которую мы разрушаем. Мы хотим делать все искусственно, не важно, что мы делаем земным шаром, мы думаем, что вся эта система восстановится сама, главное личное благо, и не важно, что будет через поколение. Посмотри, насколько наш эгоизм не дает нам правильно сбалансировать нашу жизнь, что я готовлю для своих детей, внуков, и я ничего не могу сделать. Я смотрю сам на себя и вижу, что несмотря на то, что я люблю их, меня не интересует, что произойдет. Я не могу смотреть на будущее, насколько мой эгоизм делает меня слепым, и я знаю об этом, и ничего не могу сделать. Почему? Я лично ничего не могу сделать. Если ты спросишь меня, я знаю, что я разрушаю общество, природу, я делаю неправильно, я пользуюсь всевозможными вещами, которые являются разрушителями, которые доставляют ущерб всем, почему я ничего не могу сделать с этим? Потому что нет мнения общества, когда я смогу все время чувствовать, сказать, что я нахожусь вместе с другими, поскольку я отношусь к человеческой системе, и хочу я того или нет, я должен почитать все, что есть в них, самые плохие вещи, я могу почитать, я могу самые разрушительные вещи почитать, если только это является мнением общества, так я устроен, если мы не привнесем во все человеческое общество или мнение всей общественности в любом государстве, тот закон, когда мы запретим человеку пользоваться эгоизмом, там, где он не считается совсем общим, если мы это доведем до сведения широких кругов человечества, мы не сможем ни в чем добиться успеха, какие бы ни были хорошие желания у каждого из нас, мы не сможем продвинуться к доброму, мы не сможем вести себя так, поэтому в любом состоянии, я говорю, что ничего нельзя сделать, кроме воспитания, но для того, чтобы начать воспитание масс народов, ты можешь обратиться к ним с хорошими, короткими, понятными объяснениями, какая польза будет у человека от того, если он начнет объединяться, думать о ближнем, начнет считаться со всеми и будет смотреть на себя как не на оторванного от всего. Мы должны пробудить в человеке силу объединения, единства, поручительства за всех. как процесс, который вы сейчас нам представили, развитие человеческого общества за последние десятки лет, 60-х годов приблизительно, как вы видите все это здесь, в израильском обществе, то, что произошло во всем мире, в Америке, в Европе. Нет, вы представили здесь процесс, который я понимаю как общечеловеческий. Только, скажем, в Китае еще этого не достигли или в Южной Америке. Это понятно, но вы здесь обрисовали процесс, что эгоизм человека начинает быть искаженным и приобретает мутационные формы, откуда следуют наши проблемы. Да, потому что вместо того, чтобы продвигать нас в хорошем виде к процветанию человека и общества, это начинает быть процветанием отдельных людей, даже за счет общего разрушения. Прекрасно. Итак, этот процесс. Как вы видите, когда вы смотрите на государство Израиль, которое 60 с лишним лет уже было основано, как вы видите этапы развития этого государства, когда основали это государство, был дух общего стремления, объединения, единства, как вы видите сегодня его. И я думаю, что это было и раньше, потому что мы развитый народ, и мы были среди всех народов и по сравнению с ними очень развитыми и очень быстро мы могли выстроить все, что мы выстроили здесь. И плохая конкуренция была в Израиле буквально с самого начала существования государства и даже до этого. Ты что думаешь, компании Эгит, Тенува, все эти большие капиталистические предприятия с самого начала были такие, не дать возможности становления другим и находиться в конкуренции с ними и так далее. Мы являемся развитым народом с развитым эгоизмом, и поэтому здесь произошло не так, как в остальном времени, не по времени, не по темпам развития. Я думаю, это то, что произошло и во время разрушения храма в конечном счете. Откуда произошло разрушение беспричинной ненависти? И здесь тоже та конкуренция, которую я провожу для того, чтобы добиться успеха. А ты, даже если ты прав, ты разрушаешься, это является той ненавистью, которая существует вместо любви или даже вместо какого-то нейтрального чувства. Это тот же эгоизм, который работает в своей мутационной разрушительной форме. в своей Итак, мы общество, в котором эти процессы работают в несколько отличной динамике от остальных народов, в более быстрой форме, выделенной и конкретной. Да. Итак, сегодня давайте оставим взгляд, что произошло. наша цель понять, где мы находимся сегодня, где находится сегодня израильское общество, какова причина сегодняшнего состояния и как мы можем продвигаться вперед, как этот анализ развития эгоизма от продвигающего, строящего эгоизма, который ведет нас к хорошему состоянию во благо всего общества до состояния мутации, когда это только для личной выгоды, личных интересов, за счет всех. Как вследствие на этой шкале развития вы можете определить наше сегодняшнее состояние израильского общества и куда мы направлены? Проблема здесь в том, что несмотря на то, что мы являемся развитым народом, мы находимся в очень особым обществе. С одной стороны, мы являемся народом, который в основе своей не делится на части, но каждый чувствует себя равным другим. каждый человек может подойти к главе правительства, постучать ему по плечу, даже по щеке. такого ты не увидишь ни в каком месте в мире, где везде соблюдается субординация, состояние положения, которое занимает человек. Конечно же, останавливает людей в этом плане, кроме того, что происходит здесь. Я не знаю, как это выразить. Есть здесь несколько вещей вместе, которые отличают с хорошей стороны наш народ и дают нам возможность достичь осознания зла в том искаженном отношении, которое возникло у нас, когда мы взяли пример у капиталистических государств и внедрили это любой ценой. И, конечно же, мы не могли этого сделать и раньше, поскольку мы видели это капиталистическое развитие как хороший результат, когда каждый, вкладывая, исходя из своего эгоизма, приводит себя к процветанию и вызывает процветание всего государства. Это понятно. Но еще раз, мы в этом эгоистическом развитии прошли определенную точку, когда в отношении человека к себе и к обществу преуспеть во что бы то ни стало, и не важно, что это даже за счет общества и других, он уже стал, это отношение стало определяющим. И мы потянулись за ним. И это происходит до сегодняшнего дня. И мы это хорошо видим на примере членов нашего парламента. И где бы мы что ни производили, нас не интересует что хорошо, что плохо, только личная выгода, прибыль. Мы думаем, что это та же эффективная капиталистическая форма, которая может вести нас дальше. Но с этого момента и далее, когда мы начинаем все делать из личного расчета по сравнению с общим расчетом, когда это приходит столкновение одно с другим, мы уже пришли к состоянию кризиса, когда даже в 60-е годы предыдущего века уже был римский клуб, Клапов Рома, как он называется, когда уже начали говорить о том, что мир входит в большой кризис и дальше невозможно так продвигаться, нужно предпринимать какие-то меры и все большие компании такие, как ФИАТ тогда в Италии уже развивался, был подход такой ученых и большой крупной промышленности, они почувствовали это, что такое невозможно, такое развитие невозможно, поскольку понятно, каждому разумному человеку, поскольку мы находимся в одной системе, что каждый не может развиваться за счет других, это как раковая клетка в теле, которая пожирает другие, и умерщвляет тело, умерщвляет тем самым и себя, поскольку этой клетки уже нет возможности существовать за счет других, и мы видим это на всех уровнях неживой растительной животной, животном, и даже в нашем организме существует гармония между всеми частями, и это является мерой здоровья живого организма, и то же самое в человеческом обществе, гармония всех ее частей должна дать нам меру силы и мощи этого общества ее возможности обеспечить каждого внутренним наполнением как душевным, так и материальным, насколько общество беспокоится о себе и о каждом в нем, то есть интегральный подход должен быть в основе этого общества, но для этого необходимо воспитание объяснение для этого нужно подготовить человека мы этого не делали хотя общество уже испорчено уже 20 или 30 лет назад деградируя и уже есть исследования об этом и много людей понимают о том что я сейчас говорю но в конечном счете мы не произведем не произведем исправление совершенства нашего общества в отношении воспитания детей которых мы могли воспитывать иначе не по отношению к самим себе и получается что мы отстаем что мы дали возможность нашему эгоизму гнаться вперед во всевозможных нездоровых искаженных формах в неправильных направлениях и не производили никаких исправлений в пути ни по отношению к себе ни по отношению к следующему поколению и мы сегодня не знаем что нам делать с кризисом что такое кризис тот неправильный подход достиг состояний как в случае с раковой опухолью которая пожирает окружение а затем и себя умерщвляя окружение так и мы достигли того же состояния и сегодня как бы нет уже возврата назад нет дороги вперед и мы не знаем что делать и все человечество пришло к этому состоянию и уже каждому разумному человеку понятно что мы находимся в состоянии которое угрожает человеческому существованию что это может привести или к мировым атомным войнам или через климатические изменения или голоду который может прокатиться или эпидемии которая прокатится по всему миру мы видим что сегодня мы не можем противостоять ничему только потушить пожар здесь пожар там там затопило что-то здесь цунами все время только это но мы продолжаем идти в том же направлении ты можешь посмотреть как государство подстегивает других вызывает в других государствах проблематичные ситуации как это произошло с с Египтом мы видим что эгоизм не прекращает действовать в своем разрушающем виде и этот кризис не кризис а естественный результат которому мы пришли достаточно медленно и я помню говорили об этом 10 лет до того как это должно было произойти кто был заинтересован слышать никто а сегодня кто заинтересован после всего что произошло после всех этих ударов тоже не хотят почему потому что все подкуплено и взятка так сказать ослепляет глаза человека то есть эгоизм который находится в их природе в таком преувеличенном виде уже не дает им возможность услышать что необходимо перейти на новые рельсы развития что мир человека и мир общества является одним и тем же иначе мы создаем раковую опухоль в нашем организме иначе частное пожирает общее это точно такая же болезнь как в организме человека разрушительная опухоль то же самое происходит и в обществе поэтому единственное что осталось нам мы не можем произвести никаких изменений в хорошем направлении в промышленности торговле в системе просвещения в системе здравоохранения мы видим насколько разрушаются все эти системы что мы просто просто так кладываем деньги нет в этом никакой пользы школы превратились я не знаю даже как это назвать не хочу приводить здесь грубые слова система здравоохранения работает не ради здоровья а для того чтобы извлечь деньги из человека даже за вещи нездоровые и делают совершенно бесполезные операции только бы извлечь побольше денег все ради конкуренции чтобы из общей кассы государства взять себе побольше если мы не подойдем к воспитанию всего народа мы не сможем произвести никакого исправления и это продолжалось до тех пор пока человеческое общество не пришло к войнам к общему разрушению к эпидемиям голода даже к таким ударам которые все мы видим сегодня миллионы выходят на улицы уволенные безработные и они готовы уничтожить государство и правительство каждый в своем месте и только воспитание может подойти как нам начать это делать нам необходимо понять и нам также необходимо понять что мы как развитый народ как небольшое государство мы находимся в состоянии гораздо более чувствительным по отношению ко всем этим изменениям по сравнению с другими государствами у которых прежде всего нет таких настроенных против них соседей которые есть у нас нет проблем безопасности которые возникают у нас нет у них такой зависимости от других народов как у нас когда у нас здесь ничего в границах нашего государства что позволило бы нам существование в независимом свободном виде от других и поэтому мы находимся в очень большой зависимости от них и именно здесь в состоянии кризиса нам необходимо понять что никто не придет и не поможет нам а наоборот захотят уничтожить нас что заложено в природу каждого народа по отношению к народу Израиля и подсознательно они требуют от нас чтобы мы принесли решение миру чтобы выйти из этой ситуации иначе они будут обвинять нас как всегда во всем начиная с самых малых вещей ты видишь как наши соседи обвиняют нас одни убили других нет это всем ясно да нет это Израиль сделал и это не специально пойми это в природе человека находится они специально это не планируют и не изощряются в этом они естественным образом чувствуют что это именно так если ты ему задашь вопрос он на тебя наивно будет смотреть как ребенок и скажет конечно же это так ты можешь ему объяснять приводя ему тысячу доводов и где я и что я ты не сможешь его убедить это находится в душе то есть в естественном внутреннем понимании это находится в каждом человеке относящемся к народам что израильтяне виноваты во всем зле которое происходит в мире а мы находимся в очень опасном состоянии потому что все кто поддерживали нас до сих пор собираются оставить нас прежде всего что сами они находятся в состоянии кризиса во вторых потому что это уже в их развитии они подходят к решению что все хватит и они уже перестают поддерживать нас и даже начинают разрушать нас и я вижу что это действует в тех демонстрациях протеста которые происходят в Израиле что все эти вражеские государства начинают действовать здесь и видна сила их руки и желание их разрушить нас и поэтому мы не должны ждать никого а преподнести методику исправления и она содержит в себе прежде всего интегральную систему воспитания для народа Израиля и в тот момент когда мы начнем это делать мы увидим что это в точности облачается на них что сердце каждого человека готово естественным образом чего нет у народов мира а в еврейском сердце существует подготовка находиться вместе быть объединенными равными со всем их большим эгоизмом существует близость есть готовность и поэтому необходимо только знать как правильно подойти к ним но мы сразу же конечно же увидим хороший прием с их стороны это прекрасно ницца скажи что нибудь да на самом деле объяснение которое вы сейчас дали это потрясающе это объяснено настолько просто и легко для понимания как мы пришли к этой точке в которой мы находимся сейчас в состоянии болезни может быть сейчас только можно получить от наших товарищей экономистов несколько точек когда человечество начало переходить от здоровой от здоровой конкуренции к искаженной я не могу об этом сказать мне не достает языка вот эта вот точка когда эгоизм перестал развивать нас и получилось искажение во вред да да это в любом государстве в любом обществе в своем виде конечно но происходит а сейчас только чтобы закончить эту нашу беседу в положительном ключе после того как человек уже даже понимает что он болен так говорят нужно дать ему хороший этап он должен понять что теперь он может себя вылечить но что до этого он даже не предполагал что ему нужно пройти курс лечения да поэтому необходимо обратиться к врачу к врачу для сокрушенных сердцем мы должны уже завершить нашу беседу потому что наше время закончилось спасибо Раф Лайтман спасибо Ницца спасибо спасибо вам что вы были с нами мы начнем из лечения как и смотреть как излечить наше общество и начать новую жизнь спасибо вам за участие в нашей программе спасибо Субтитры создавал DimaTorzok